Юбилей женщины, застолье. Встают мужчины, произносят тосты и, естественно, как-то пытаются обойти стороной тему возраста. Так вот, по-моему, напоминая женщине о её возрасте, мужчина может быть либо умным, либо честным. Итак, 50-летие, застолье, тост мужчины умного. Дорогие друзья, дорогая Марья Петровна, да, у женщины не принято спрашивать о возрасте. У этой женщины никто и не спрашивает. Все и так знают. Хотя, честно говоря, называть Марью Петровну женщиной у меня язык не поворачивается. Маришка. Девочка моя. И так тебе уже... Впрочем, я не буду называть эту пугающую цифру 50. Да и такая она пугающая. Мы смотрим на тебя, смотрим на твоих внуков и не видим разницы. Что пожелать тебе в твои 50? Любви? Ранос. Красоты? Заметь, не я это сказал. Да и можно ли этому ангелу дать 50? Вы посмотрите. Этим губкам 23. Этим счетчикам 22. Этому подбородку 15. И столько же второму. Так выпьем же за то, что получилось в сумме. Ваше здоровье. Ну а теперь тост мужчины честный. Дорогие товарищи, дорогая Петровна. Да, у дамы не принято спрашивать о возрасте. У Петровны уже давно не спрашиваю. Не у всех нервы крепкие. Обратите внимание. В праздничном торте нет свечек. Это и понятно. Я извиняюсь, куда воткнуть столько свечек? Сегодня наша Петровна вступила во вторую половину столетия. Полвека у нее повисли сзади. Что же пожелать этой женщине? Хотя какой уже к черту женщина? Петровна. Голубка дряхлая моя. Тут уже кое-кто справедливо назвал тебя почти ангелом. Что пожелать тебе? Любви? Ну если только к родине. Красоты. Красота твоя всегда была довольно своеобразная. Я сегодня молодцом. Выглядишь на все сто. Петровна давно живет на свете. Про нее еще Пушкин писал. Помните? Люблю тебя, Петра творение. Говорят, к женщине мудрость приходит вместе с возрастом. К Петровне возраст пришел один. Дети превращаются в молодежь. Молодые становятся взрослыми. За взрослыми идут старики. А за стариками наша Петровна. Петровна прошла славный путь. Мы запомним ее... Как честную труженицу. В основном верную жену. Петровна рано познала радость матершинца. Я забыл. Ты замуж до войны выходила? После. Наверное, после русско-японской. Еще ж дразнили тебя в шутку. Япона-мать. Позволь же, Петровна, пожелать тебе здоровья. Хотя какое уже к черту здоровье. Дышишь? И на том спасибо. Отними бокал и давай выпьем. Кто знает. Может, в последний раз.